Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online. И оно очень, очень было ожидаемое, потому что нас ждёт аж вот этот кусок территории, вот этот гигантский кусок территории. И, кстати, мне вот интересно, вот это всё, это потом будет дорога по горам вот в это вот логово какое-то неизведанное или как? В общем, устраивайтесь переудобнее, берите печеньки, чаёчек или же седлайте своих коней и поехали вместе со мной. Что же в обновлении? Вообще как-то странно, потому что добавили крутую сюжетку, но когда нажимаешь кнопочку обзора, видишь только вот это. И для лошадей тоже. Посмотри на снижение в стиле Вестом. Они явно недодобавили несколько страничек так точно этого обновления. Но с чего же вы начать? Это видео будет долгим, поэтому мы устраиваемся всё-таки поудобнее в правдивости, потому что я буду проходить эти задания. Потому что мне уже все мои знакомые прожужжали все уши и чатятся в чатах. И, в принципе, все группы по ССО только скидывают всякие спойлеры, на которые я случайно натыкаюсь. И все мне пишут, о, ты уже прошла? Ну как тебе, ну как тебе? А я пишу, ребята, а я ещё даже не... не... не-не-не. Вот, поэтому сейчас мы отправимся в Рейдмвудпоинт и будем изучать то, что добавили. И, кстати, интересный вопрос. Если ты всё-таки один из тех людей, который ждёт, не дождётся моих видосов по поводу моих кукол Барби, пиши комментарий под этим видео, жду. Так я буду знать, что, оказывается, действительно кто-то ждёт эти видео, а я их всё не выкладываю. Вот, так что, если ты хочешь увидеть обзор по поводу моих кукол Барби, пиши комментарий, жду. Чем больше будет ждунов, тем больше и быстрее выйдет обзорчик на кукол. Итак, начинается всё с того, что мы должны найти следы. А следов-то по правде нет. Вот, эти следы похожи на капуто лошадей лесничих. Найди того, кому принадлежат следы. Да, было бы интересно, если бы... Эээ... Ш-ш-ш-ш... Это... Это не следы лошадей, это следы оленя, я даже это знаю. Ну что, зря в школе на окружающем мире, в начальных классах изучали следы лесных животных. Ну, я думаю, почти все это изучали в детстве на окружающем мире. Следы зайца, волка, медведи и как раз олени. А-а-а! Я забыла включить звук, я забыла включить музыку. Ты меня подзываешь. Пока... Я... Я балда. Я балда. Как я могла забыть сделать музыку? Это же самое крутое. И да, ребята, я не могу этого не сделать. Просто посмотрите, какое мифическое классное создание. Ну, у меня только одни ассоциации. Это Эльдрасил, Кенарий и Элорн. Вообще, да, прям прямое воплощение Элорна. То бишь, бог-олень с лунными глазами, дитя Элуны и... И Кенарий? Я не помню. Все, уже все забыла. Я хочу сфоткаться с ним. Я хочу с ним сфотографироваться, потому что... О, да, облик в виде олени-друида. Здравствуй, Варкрафт. Мне так близок к сердцу. Пожалуйста, повернись на меня. Я тебя умоляю. Ну, он такой милый. Ну, такой классный. Такая моська. О! Я думаю, вот так вот подойдет. Так, мы сделаем одну фоточку так вот. И... Вот так вот. И не так, воспоминания. О! И вот так вот. Да, привычка теперь в два раза нажимать на фотокамеру останется у меня надолго. Так что за заданием. Эти следы не похожи на копыты лошадей или сничьей. Перед тобой... Олень. Пойдем за ним. Ой, ну классный, какой классный, классный. Прям вот. Очень классный олень. Мне нравятся и глаза. Вот я никогда до этого не думала. Мы же уже видели этого оленя. Я не думала, что его глаза похожи на луну. Я обожаю луну, особенно в серебряном свете. Богиня Луны. Просто моя любовь. И я теперь не могу перестать об этом думать, что у него глаза как луна. Луна это богиня Луна. Луна также это и Зера из Варкрафта. Те, кто узнает World of Warcraft, меня поймут. Так что извините. Ага. Что тут нас? Зачем он привел нас сюда? Наверное, он хочет, чтобы я ему помогла. Помоги таинственному оленю. Нажать. Ага. Ладно. Какой-то у персонажа поклон, не поклон, отвратительный. А вот он красивый. Вау. Это прикольно. Ух ты, какой красивый. В Гардиан Дезар пойдем этой дорогой. Отправься в Глубь Деколесье. Он так прыгает. Серьезно. Вот теперь у меня точно скоро Варкрафт с ним смешается с ССО графикой. Потому что... Ну здравствуй, Древи... Я забыла, как называется. Легион... Shadow of Lens? Да. Ну серьезно. Я давно не играла в World of Warcraft, хотя у меня подписка была оплаченная. Но блин. Вот чем вам не порча в Легион? Вау. Ребята, это Хиджал. А что ты такой быстрый-то? Подожди. Подожди, я хочу осмотреться, может быть, нет? Дети Кенария. Здравствуйте. Розмари. Какие милые жеребятки, ребята. Можно всех жеребят такими делать? Так, я так понимаю, это а-ля друиды. Лошади-друиды. Здравствуйте. Иго-го-го-го. Ой, а можно убрать всех этих людей? Без них так хорошо было. Э-э-э, племени лесовиков. Ну, я их буду называть друиды. Добро пожаловать, что это за лысая белка сидит у тебя на спине. Хотя, пожалуй, для белки она великовато. Э-э-э, спасибо. О, где мои манеры? Я розмары, а эти малыши Сеплинг и Спраут. Добро пожаловать в Деколесье. Здесь живут три племени диких лошадей Юрвика. Давно-недавно мы были единым стадом. Однако... Табуном! Табуном! Однако за долгие годы раздоров наши пути разошлись. Теперь мы живем раздельно. Каждое племя со своими убеждениями и культурой. Мы жеребяты... Мы жеребятами из племени лесовиков. Все, будьте друидами. Но мы не удивляемся тому, что лошади разговаривают с нами. Там олени ходят. Ты это моей лошади или мне? Ох, так это белка говорящая. Погоди-ка, ты же не белка, да? Ты не белка, ты человек. Что еще за человек? Ой, ты какой-то плюсичка. Он прям детеныш единорожки. А по-моему, лыфая беф-вафтатая белка. О, ты совсем еще малютка. Как будто только родился. Прости за нашу реакцию. В наш экран не часто заглядывают тебе подобные. Мы уж начали думать, что вы существуете только в легендах. С точными ногами, на которых по пять острых копыт, с тремя голова... Что? Сейплинг, нельзя так говорить о костях. Как видишь же, ребята только учатся манерам. Как вас зовут? Я Дарья, а это Guardian Desire. Тю-тю-тю, какими? Очаровательщики. Так. Guardian Desire, приятно познакомиться и с тобой, Дарья. Ты даже понимаешь нашу речь. Наверное, ты как тот бородатый старец. Эвергрей? Наверняка это его рубила. Должно быть, ты прибыла из самого серого мира. Я имею в виду мир за пределами Диколесья. Одна моя подруга как-то была там. Блуждала по бесконечным дорогам из серого камня, над которыми зависли высокие стены. Наверное, там интересно. Нифига. Олени ходят классно. Но познакомься с племенем лесовиков. Кажется, тебе можно дверять, раз сам Легнос привел тебя сюда. А он и с нами почти не общается. Не то, что с чужаками. По правде говоря, я пока не знаю, что он в тебе увидел. Человека. Это долина Ржания. Боже. Нет. Нет. Я буду переименовывать все в этой долине. Допустим, это долина на Эхо. Владение племени лесовиков. Здесь мы свободно гуляем и мирно живем своей жизнью. И здесь я обучаю степлинг и спраута всему, что нужно знать каждому друиду. Да, ребята, я буду озвучивать это в своем направлении. Фиг воня мы выбирали и изучали красивые цветочки по всему леву. Блин, сложно изображать такую речь. Это правда лепесточек. Но я уже говорила, цветы кушать нельзя. Ступай, Дарья, познакомься со всеми, мы не кусаемся. Только если речь не о белках. Чего? Сеплинг, сколько повторять про других, мы так не говорим. Вдыхает. Итак, за озером находится деревня Тейлтоп, где относительно мира живут и торгуют друг с другом все наши племена. Другие племена очень отличаются от нас, лесовиков, друидов. Но в чем-то мы все похожи. Ведь нас кое-что объединяет. Страж дерева Тельдрасил. Это огромное дерево, которое растет в самом сердце деколес, и его невозможно пропустить. Берегись! Племя воинов? Эш. Кто это тут у нас обиженная лошадь и ее человек? Возвращайтесь по добру, по здорову, свою конюшню, живо от сена. Здесь никого в узде не держат, вас предупредили. Оу, как группа. Грубо. Как же называть его племя воин? Войтель так и был. Простите за ее слова. Эш просто оберегает нас. Она из племени воинов. Она не слишком привечает чужаков. Подожди, вы еще подружитесь. Да, Эш и ее племя задиры. Вот вечно топчут наши цветы во время своих и дурацких гонок. Ну да ладно, не принимай поведение, Эш близко к сердцу. Иди познакомься с другими лисы-друидами. Мы не единственные. Ты можешь встретить наших друзей по всему этому чудесному лесу. Познакомься с нашими соплеменниками. Когда закончишь, возвращайся. Познакомься с другими представителями племени-друидей. Да, я чувствую, что это видео будет очень долго, а еще очень долго оно будет сохраняться. Поэтому, если вы его уже смотрите у меня на канале, это значит, что пройден просто длиннющий этап. Ну, кстати, как-то тут пустовато. Я думала, как-то по-другому будет. Так, здравствуйте. Знаете, это чем-то еще... Это напоминает, как будто ССО добавили щепотку Варкрафта и щепотку Беллы Сары. Вот тебе и коктейль. А как с вами общаться? А, с тобой надо общаться. А еще так лагает. Ух, ну и видок у тебя. Потрискавшиеся подковы, косматрогривитель. Срочно требуется спа-уход. Радуйся, ты пришла по адресу. Добро пожаловать в спа-салон Блестящие Копытца. Основатель и хозяин и управляющий ваш покорный суд лука. Как тебя зовут? Итак, что тебя ждет? Размачивание копыт, затем глубокое увлажнение, гривы и нить. И напоследок грязевая ванна. А поскольку ты здесь впервые, сделаю скидку вип-обслуживание. Обойдется тебе в три цветка вместо шерсти. Что скажешь, готова окунуться в грязевую ванну? Я бы хотела, да только цветочков-то у меня нет. Если только сойдут те, что я собирала. Спасибо, мне не нужен спа-уход. Чепуха, нигде в Диколесе вы не сможете отдохнуть лучше, чем в Блестящем Копытце. А между племенами царит такое напряжение, что в конце трудного дня просто необходимо расслабиться. С воинов беру по двойному тарифу. Пока ототрешься их копыт все грязь, семь потов сойдет. Что ж, приятно было поболтать. Но у меня есть клиенты, которые платят. И они ждут массаж горячими камнями. А вам удачи во всем. Какие-то вы все тут странные. Немножко, чуть-чуть, совсем непонятно. Так, лагай. Не лагай, пожалуйста. Ну реально, хит жал просто. Здрасте, знатоки. Вот это эхо. Здрасте, знатоки в World of Warcraft. О, я уже вижу воздушный шаг. Джунипер. Одинокая путешественница и ее человеческий спутник. Поздоровайтесь с Джунипером. Иго-го-го. Сердечно рад приветствовать вас, Guardian Desire и Дарья. Вы пожаловали в такой чудесный день. Птички поют цветы, радуют глаз, и в воздухе разлита любовь. Постой, я должен спросить кое-что. Отвечай с умом, поскольку ответ многое о тебе расскажет. Какой твой любимый цветок? У меня нет аллергии на цветы. Я люблю нежного оттенка цветы. Пастельные. Что за цветок слезы Айден? Не знаю. Слезы Айден? А почему она плачет? Ей грустно. Цветы не должны вызывать грусть. Такие яркие, ароматные. Они должны приносить радость. Айден точно не печалилась, когда создавал этот прекрасный лес. Ну что ж, теперь я знаю тебя лучше, чем с себя самого. Мой дедуля всегда говорил, что наше отношение к цветам говорит больше всяких слов. Гарден Дизайр, и дай ей добро пожаловать в лес. Вау. Ой, как лагает. Я буду просто... А, кстати, я уже вижу вон там этот из мистиков конь ходил. И вот еще один мистик. Вообще как-то странно, они расположены. Они вообще близко живут. Так, я вижу лавочку. Пропинки какие-то такие. Такие. Так, как тебя зовут? Крэба... Крэбэпл. Крэбэпл. Ну, кстати, красивая моська. Новое лицо среди древних деревьев. Иго, добро пожаловать. Не хочешь чашку чая из листьев и цветов? Из листьев и веток. Белки всегда приносят мне для него лучшие ростки и листочки. Тебе понравится. Зовут меня Крэбэпл. Я самая старшая в нашем племени. Хоть и по мне, и не скажешь. Знаю, я очень неплохо сравнилась. Моя задача передавать все знания о нашем племени и нашей истории молодняку. Седина на моське. Вот что это. Хочешь узнать что-нибудь о лесовиках? Эээ... Чем вы тут занимаетесь? Что ж, у нас здесь только одно занятие. Наслаждаемся красотой деколесь. И, разумеется, в прошлом мы многое знали о различных растениях, которые встречаются в этих местах. Но, увы, со временем эти знания были утрачены. Хотя розмари пытаются возродить традицию. Да, что-то как-то не очень вы тут все поддерживаете. Так. Добрый лесовик. Алмонд. Что у тебя продается? Вау! Вау! Ну, это понятно. Надо качать репутацию. Я надеюсь, тут можно качать репутацию со всеми, а не только с одними конями. Пожалуйста. Так, кто тут? Да, белочки, вон лесовики. Ну, в общем говоря, друиды. Все, просто друиды. Ой, как лагает. Единственное, прям печалька, печалька, как лагает. Я буду просто въезжать к новому компьютеру. Я здесь в ближайшее время. Ага. А, не, мне показалось. Мне показалось, что тут стоит конь в коне. Кстати, тоже, по-моему, старый конь. Смотрите, как они поменяли слегка текстурку. И конь такой разноцветный. Прикольный. Ага, у тебя просто еда. А у тебя что? А кто там? Белка? Еще одна белка? Ай, нет, это мистики. Как легко защищать чужую территорию? Так, где там? У меня просто микрофон загораживает мне карту. Поэтому мне приходится шею вытягивать, чтобы видеть, куда мне ехать. Если бы так не лагало... В принципе, кстати, у меня еще и настройки не максимальные. А какие у меня вообще настройки? Не на максимум, да? Почти самый низ. Поэтому, когда я когда-нибудь увижу эту локацию на своем. Собственно, в компьютере на максималках со всеми галочками. Кстати, раньше мой ноутбук спокойно тянул максималки и галочки. Раньше, я имею ввиду, года два назад. Что я имею ввиду? Судя по всему общему оживлению, ты уже познакомилась с нашими соплеменниками. Замечательно. Ага. Даже в журналах и добавляют. Надеюсь, теперь ты получше нас узнала. Наслаждайся природой. Плеск... Эээ... Наслаждаться природой. Плескаться в воде. Жить беспечно. Таков путь лесовика. Не нравится мне слово лесовик. Узнаю о лесных племенах. Хотела бы я все бросить и устроить тебе экскурсию, но по нашей деревушке, но с этими двумя у меня хлопот полон рот. Ты уже знаешь, что мы не единственное племя в этом лесу. Мы делим деколесье с двумя другими племенами. Мистиками и воинами. Ты уже видела Эш. Она из числа воинов, но тебе стоит как следует познакомиться со всеми. Если хочешь познакомиться с ними, тоже узнай про всю нашу деревню. Для начала советую встретиться с мистиками. Мистики живут ближе всех к Страж Дереву. В топких болотах, головастиков. Сначала поговори с Солдером, старейшиной мистиков и ищи его на самом краю деревья Трейтоп. Рядом со Страж Деревым. Удачи, мистики народ странный. А когда мистики были не странными. Они всегда мудрые и странные. И, да, ребят, я бы очень хотела потом записать вам видео прохождение всей этой карты. То есть просто ее изучение. Но с такими лагами это будет отсутствие удовольствия в принципе. Поэтому дойду до какого-то конкретного момента во всей этой сюжетке. Вот, и как раз остановлюсь на этом. И больше видосиков по деколичию не будет. Так. Ага, все правильно. Вот ты где. Здравствуйте. Мне очень нравится ваша уздетчика. Простите, украшения. Так. Клянусь Светом Стража, незнакомца на священной земле. Мистики приветствуют вас, Дарья и Грандезайр. Да, я знаю ваши имена. Я видела их. Свет Айден не спослала мне видение о вашем прибытии. Я Олдер, старейший из мистиков. Представься посланник. У тебя было такое лицо, решила, что я провидец, да? Нет, просто у меня глаза зоркие, как у жеребенка. И ушки на макушке. А еще у меня есть белки, которые докладывают обо всем. А-а-а! Ты меня обманул? Я старейший из мистиков и почти самый старый конь в лесу. Кребепола обскакала меня на три дня, но в мудрости со мной оттягаться некому. Я помогаю мистикам хранить наши ценности и не забывать о традициях, в отличие от других лесных племен. Сердце нашего племени Страж Древа. Это огромный хранитель жизни и сосредоточие всего Диколесья. Давно-давно, когда Айден посадила Стража, она наделила его своим священным светом. Она отпустила корни и полисы, и всему дарует жизнь. Хиджал. Я бы с удовольствием отвел вас к Древу и рассказал о нем, но у меня тут настоящее бедствие. Поговори с другими представителями племени, если хочешь узнать нас лучше. Ты найдешь остальных к северу отсюда. Пройди мимо Страж Древа и увидишь тропу. Я, конечно, извиняюсь, что из этого Страж Древа. Надо что-то далеко ехать. То есть вход здесь у них, а ехать еще дольше. Так, ага-га. Я точно куплю их украшения, потому что мне оно очень сильно понравилось еще, когда я только-только его увидела в спойлерах. Я сломалась. Ой, как все лагает-то. Еще мне очень-очень интересно, что там за точечка на карте. Вот прям вот она. Вот мышкой показываю, но... Это снежная вершина, что ли? И дайте угадаю, на нее не дано забраться. Да? Да, это снежная вершина. Такая одна единственная на всю округу. Хотя нет, вон еще есть. Так, мне очень интересно увидеть это древо. Страж Древа. Ну и где оно? Ой, ты какой маленький жеребенек. Ты такой милаха. Кто ты? Я не спущусь ни за что. Даже за фундук. Больше я на это не куплюсь. Погоди, это же не моя мама. Мама не верит, что я... Мама не верит, что я белка. Но она ошибается в мое место на ветвях деревьев. Ты глупенький маленький ребенок. А, вы гаден Дезары, да? Да, я жители серого мира, которые пожаловали к нам в деревню. Не могу поверить, что вижу в деколесе настоящих чужаков. Некоторые из нас уходят жить в ваш мир. Но мама говорит, что за все время к нам приходил только один из ваших. А значит, ты вторая. Это по-любому, Эвергрей. Городиан Дезар, ты нацепила на себя столько одежды, чтобы походить на человека очень убедительно. Буду честной с ребенком. Ну почему? Разве не тяжело ходить в этой одежде? Ты не можешь высоко прыгать и забираться на деревья. Так, понятно, ребенок. Ты у нас белка. Все с тобой понятно. Куда дальше? Так, спокойно. Что за лаги сейчас были? Я боюсь, как бы не пришлось останавливать видео посреди всего самого интересного. Так, пожалуй, я спущусь здесь, наверное. Это не смертельно? Моему сердцу больно смотреть на это слайд-шоу. Ой, какая красивая. Меня зовут Уиллоу. А вы, значит, новые друзья, прошедшие из мира за пределами леса. Городиан Дезар и Дарри. Радо, что наши пути пересеклись. Какая ты красивая. Кстати, да, в Варкрафте же добавили с Шаудо Флэнсом... Я задумывалась, а правильно ли я название сказала? Прическу для ночных эльфов, где у них листочки в гриве. А тут грибочки растут. Я здесь смотрю на небо. Знаете, оно говорит с нами. Облака звезды всегда передают нам сообщения. Нужно только их расшифровать. Мистики испокон веков обращаются к небесам за ответами. А что ты видишь, когда смотришь на вышину? Созвездие. Они прекрасны, не правда ли? Мое любимое скопление звезд к западу отсюда. Они похожи на ветви хранителя жизни, страж древа. Где страж древа? Объясните мне, пожалуйста. Или я его пока не вижу? Мне он кто-то. Это интересно. Ой, там кто-то валяшки устроил. Стоять! Ой. Да, прям пролагиваю. Мистика. И выдыхаем. Делаем растяжку. Наклоняемся в позе белка мордочкой вниз. А теперь опираемся на задние копыта в позе могучей двуногой белки. Вау. Вот это да. Вы пришли на занятие по медитации. Каждый день мы разминаемся, чтобы наши тела сблизились с Айден. Хотя я даже не знаю, сможешь ли ты выполнить упражнение без копыт. Тьфу, йога, здрасте. Скажи, новый духовный друг, зачем ты пожаловала в наш священный лес? Я попала сюда случайно. Случайности не бывает, моя милая. Очевидно, сама Айден по какой-то причине привела тебя сюда. По какой я пока не знаю. Мы в мистике связаны с этим лесом. Мы куда теснее, чем любая домашняя лошадь и ее подруга из серого мира. Ничего личного. У меня вопрос. Где есть... Опа, на лягушке. Где есть это древо? Да ладно, это вы издали. Звук такой. Прикольно. Так, я так понимаю, это корни этого дерева. И может быть, мы даже его не увидим. Надеюсь, мы оказали тебе теплый прием. А теперь буду признателен, если ты поможешь мне справиться с бедой. Случилось нечто ужасное. Что ты хочешь от меня? Наше свечилище под для подношения страж древу. Его разрушили. Нужно скорее восстановить его, пока мы не потеряли связь со стражем. Ты могла бы помочь нам собрать различные подношения в лесу? Да. Я помогу. Но мне очень-очень интересно посмотреть всю карту. Но боюсь, ребята, что... Что на этом я буду заканчивать, потому что уже почти 30 минут. Без трех минут я снимаю обзор по этой локации. И, к сожалению, все-таки глюки, лаги тормозят сильно дело. Вот. Но я, кстати, очень радуюсь этой локации. Но я ее ожидала как-то увидеть немножко по-другому. Я думала, она будет немножко по-другому выглядеть. Но все равно радуюсь я за тех. Радуюсь теми, кто... Ну, вы сами видите, что происходит на экране. Кто ждал расширения этой локации. Кто обожает Диколесье. Кто обожает Дунду, Мист, Фол, всю вот эту лесную чащу. Теперь у вас есть больше места для лесных прогулок, для единения с природой. Потому что на самом деле, наконец-то, у нас есть вроде как локация, которая символизировала собой отдельный город. Ну, можно сказать, город-деревня. Но так как это селение лошадей, здесь это не так заметно. Это подойдет. Гардиан Десар и Дарья, мы благодарим вас от самых корней стража. Удачи в вашем путешествии на встречу последнему племени воина. Воины уже ждут тебя. Пересеки болото и пройди под полом стволом. И там ты найдешь дорогу, вдоль которой из земли торчат бивни. Иди по этой дороге, и она приведет тебя во владение воинов. Вот вы слышите, что происходит, да? А как идти еще раз? Я не поняла, куда мне идти, но раз на карте показано туда, значит туда. Надо будет потом покататься по этой локации. Не со своего компьютера. Солошка. А, вот. Ого! Мне туда? Очень удобно сделали. Сама бы я не додумалась, что я даже не видела этот вход. Вот это, да. Вот это они замутили. Вот это они придумали. Так, ребята. Знатоки Варкрафта, мы приближаемся к Дуротану. Пустоши, перекресток. Я думаю, все то же самое будет, примерно. К землям, оркам. Ух, тов. Ну, действительно, слушайте. Ну, они прям Варкрафт скопили. Маску, маску такую хочу тоже. Воин, страшница. Стой, кто идет. Янь. Остановись, не шаг вперед, ты во владениях воинах. Стреться с племенем воинов. Назови причину своего прибытия. Я просто думала, что белка вверху на лошади. Я хочу с вами познакомиться. Ох, оно говорит, сестра лошадь присматриваясь за этой белкой. Ладно, проходите. Что? Я слежу за тобой. Проходите, чужаки. Я думала, все будет поэпичнее. Как тут пустынно, мне кажется. О, а тут лоси ходят. Классно. Ну, и вот здесь вот реально как-то пустына даже для племени воинов. Или это у меня что-то не прогрузилось. Или прогрузится после задания. Ой, какой красивый. Рокко. Во владениях воинов незнакомцы. Свежая кровь в диколесе. Стражница вас пропустила, значит все спокойно. Познакомьтесь с племенем. Я Рокко. На мне лежит ответственность за подготовку соплеменников. Я учу их всему. Гонкам, побоищам, битью в барабаны. Вы стоят только сильнейшие. А вы, значит, Дарья Гардиан Дезайр. Рассказы о двух чужаках в диколесе распространились со скоростью лесного пожара. Я думаю вам о многовековой истории могучих воинов. Все началось, когда старый уискер Бладхуф наведывался на кладбище. Чего? Ну вот как это наблюдать? Как это наблюдать? О, это Эш. Существо без шерсти что-то вынюхивает. Зачем ты пожаловал двуного? Наверняка в сером мире куда интереснее, чем здесь. Иначе столько наших собратьев не покинули бы родные края. Эш, будь повежливой. Дарья Гардиан Дезайр просто хотят осмотреться. Ты изображаешь гостеприимство, чтобы сбить их с толку урока. Или настолько расслабился, что беспрепятственно пропустишь чужака, проникшего на нашу территорию. Ну конечно, будет лучше, если вы докажете свои добрые намерения. Гардиан Дезайр, Дарья, как насчет испытания? У меня глюки. Какое испытание? За что? Эш, это все ты. Да, я хотела прощаться, но что-то не получается. Похоже, вы двое не лыком шиты, но и можете за себя постоять. Отправляйся на скалистый уступ и говорится, раменеальный барабанщица. И тогда начнется твое посвящение. Ой, ребята! Когда закончится видос-то, страшно подумать, а сколько он будет сохраняться. Кошбэк! Да, мне интересно, как они здесь некоторые вещи сделали, учитывая то, что... Чего? Классно, что они дорогу показывают. Откуда у них такие бивни? Откуда у вас такие бивни? Ой, не-не-не-не-не-не, я же лагаю! Я смогла, я жива, я выжил. Нет, 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 нет. О, кстати, конь, смотри, твой... Твоя сестра. Новичок выходит на цереминальное рейсталище, чтобы проявить себя. Что нужно сделать? Пришел день твоего испытания, человек. Отыщи в себе дух могучего воина. Тебе нужно разбежаться и прыгнуть на барабан как можно быстрее и громче. Только так ты докажешь нам, что чего-то стоишь. Ну и что, справишься? Я надеюсь, это надо делать на лошади, да? У нас новый чемпион, человек доказал свою силу. А, то есть вы здесь все, так понимаю, чемпионы, да? Ну и все равно как-то пусто. У тебя получилось, здесь новости расходятся быстро. То, как ты спрыгнул со скалы на барабан, достойно восхищения. Ты пророжденный боец. Все так просто? Тебя искал Джунипер. Нам не следует общаться с другими племеналами за пределами еженедельных собраний. Но я решил сделать исключение. Поговорю с ним, он ждет вдали не... Эхо. Так. Куда? Куда? Я куда? Я куда? Пока бегала, нашла, кстати, тропинку, которая ведет Фир к крови. Так, здравствуйте, да? Что вы от меня хотите? Мой милый цветущий друг на нас обрушил с несчастьем. Мы совершенно не знаем, что делать. Что случилось? Дарья, с нами привлечилась беда цветы, которые изучали жребята. Кто-то умукнул прямо у них из-под носа. Так, я отвернулась на две минуты, а потом смотрю цветов, как не бывало. Я хотела рассказать жребятам о разных растениях, которые встречаются в нашем прекрасном лесу. А теперь ищи ветра в поле. Похоже, злоумышленник остал след из лепестков, когда уходил. Наверняка по нему нужно найти грабителя. Дарья, вы так обрадуете жребята, если сможете найти пропавшие цветы и вернуть их на законное место. Мы будем вам очень признательны. Так. Ну, пойдемте искать. Ничего. Дарья, вы все не так поняли. Ага. А как мне это понимать? Ну, или вы правильно поняли. Умею я произвести впечатление. Я не хотела забираться от этих жребят. Правда, они очень милые. Так. Видишь ли, наше святилище для подношения разрушили. Опять мы приносим стражу плоды этого леса. Чтобы выразить ему уважение и поддержать связь с Айден. Святилище восстановленное. Помогла Олдору собрать новые подношения. Правда? Как здорово. Спасибо. Но это не решит проблему. Кто-то безумно относится по священной земле и постоянно разрушает наше святилище. И по-моему, я знаю виновника. Это кое-кто из племени воинов. И пока это все, что тебе нужно знать. Это Эш. Я прям знаю. Я прям чую. Мне нужно всем объяснить. Но одна я не пойду. Дарья, мне кажется, ты меня понимаешь. Ты не поддержишь меня? Я буду очень благодарна. Ладно. Была-не была. Ты со мной, Дарья? Правда? Да. Рока, Эш. Наверное, вы знаете, почему я пришла. Уиллоу. Ты узнала, что Дарья поразила нас на барабанной церемонии? Тоже пришла испытать свои силы? Бесполезно, святилище. Ты хочешь, чтобы я перестала его крушить? Да, как предсказуемо. Святилище. Глубоко укореневшаяся часть наших верований. Без них мистики не могут сделать подношение стражу многовеково. Традиция будет утрачена. Стремление доказывать свою силу у воинов в крови. Я всегда двигаюсь вперед. Меня ничто не остановит. Но что ты можешь знать об этом, сестра? Ты отказалась от такой жизни. Ё-моё, так они сёстры! Довольная ж не надо. Может, тебе и удалось провести свою двуногую подружку и её питомцу? Но я вижу тебя насквозь. Никакой ты не мистик. Ты обманщица. Хватит. Нужно созвать племена. У лесовеков тоже что-то произошло. Вроде бы пропали какие-то цветы. Давай встретимся под страж древом и всё обсудим. Ой, как неудобно-то! Знаю, что ты думаешь. Эш, моя сестра, но это слишком длинная история. Она умеет ударить по больному месту. Надеюсь, под страж древом мы сможем договориться. Олдер как раз готовится к еженедельному собранию. Так, а тут, кстати, воины, да? Так, Дарья, встретимся на месте. Мне нужно побыть одной. То, что там случилось, нужно всё обдумать. Я не могу перестать снимать. Это слишком интересно. Поэтому, я думаю, это видео будет сохраняться в вечность. Но мне пофиг. Я хочу сюжетку. Я так понимаю, это и есть страж древа. Оно вроде бы не так сильно отличается от всех остальных, кроме своих синих корней. Так, ну и что тут у нас? Где? Куда ехать-то? А, вот они. Так, ага. Ну давай, не лагай. Дарья, добро пожаловать. Вы очень кстати, вы станете свидетелями важного события в жизни племён Диколесья. Племени никогда не выходят за пределы своих владений, за исключением еженедельных собраний под стражем. Их мы не пропускаем. Мало ли, какие сумасбродства воины или совики устроят без нашего ведова. Начнём. Ну давай, начнём. Нужды в собрании не было бы, не стащивы наши цветы. Уилл не знала, что делать. Настал день подношения, а святилище стража пустовало. Без подношения наша связь со стражем могла оборваться. Что ж, понимаю, ваше племя, Рока, почему мы разрушили святилище? Эш беспечно скакала по лесу и случайно врезала святилище. Она такая неуклюжая. И она очень сожалеет, да, Эш? Хм. А, вот как всё это было ясно. Как обычно, простое недоразумение. И тогда говорить больше не о чем. Да, конечно, но раз уж мы собрались в войны, у меня есть к вам претензия. Нескончаемый бой барабанов. Днём и ночью вы стучите так, что мы не в состоянии ни думать, ни медитировать. Послушай, Соня, барабанная церемония – ключевая часть обряда посвящения в племени воинов. А у тебя кишка танка, чтобы... Фрой, ну вот, начинается. Оставим это на другой раз. А пока договоримся так, вы остаётесь в своей части деревни, а мы в своей. Договорились. Что думаешь об этом, Дарья? Редко выпадают случаи услышать мнение чужака. По сути, замкнутый круг виноватых. Не виноваты только лесовики, потому что у них стащили цветы. Мистики стащили, потому что Эш у них разрушила святилища, разрушила, наверное, святилища и зверенности, потому что сестра пошла к мистикам. Ё-моё. Так, ну давайте самое сложное. Значит, тебе ближе мировоззрение мистиков из всех племён. Они точно обладают самой тесной связью со стражем. Приятно было узнать твои мысли, Дарья. Навести меня как-нибудь в долине Эха. Я часто там бываю, общаюсь с белками. Или пишу письма. Будешь проезжать территорию мистиков, навести меня. Вместе посмотрим на звёзды или на головастиков на болотах. И не переставай мечтать, Дарья. И меня не забудь навестить. Ты прошла обряд посвящения, и теперь регулярно должна возвращаться, чтобы я мог проверить твои навыки. Э-э-э-э-э-э-э-э. Вот это да. Спасибо, что познакомилась со всеми племенами И нашим домом, Диколесин Ты больше не жужак из серого мира, Дарья Ты наш союзник И это все? Ну, в смысле? Я думала, все будет намного дольше Дарья, надеюсь, собрание было познавательным Извини за наши ссоры Изучи стражный дерево О, что-то интересное сейчас Племена не могли договориться с тех пор, в общем, никогда Мы слишком разные, потому не сходимся во мнениях Но если что, и объединяет нас Так это любовь к этому старому Великану Страж древа, по легенде, это древняя Этого древнего хранителя Жизни посадила богиня лошадей Когда прибыла на Юрлик много-много лет назад В мире людей тоже ходит легенда Абайн Можно и так сказать Какое облегчение Значит, в мире людей есть хоть какая-то культура Чего зачастую не скажешь о наших племенах Что скажешь о встрече с другими племенами Ты узнала, что ты узнала о Диколеси Все принимали меня за белку Лес просто волшебный Это правда Пусть наши племена очень разные Нас объединят то, что мы То, что дает жизнь всему лесу Мы стоим рядом с ним Жаль, что больше мы почти ничем не сходимся Ну ладно, нам пора заниматься дальше Еще столько всего нужно узнать Правда, росточки мои Мы собрали флору, которая растет вокруг стражи И будем ее изучать Фитяфися грибочек и фиолетовую травку Гадин дизайдерс, спасибо, что вернули цветы Для существ из серого мира вы очень добры Такие милые же ребята Я не могу Сэплинг права, Дарья Спасибо, что с уважением отнеслись к нам Вы можете беспрепятственно изучать нашу деревню И владение лесовиков А я пока прощаюсь с вами А с кем поговорить? А вот От страж древа захватывает дух Правда? Я копытами чувствую, как от его энергии дрожит земля Повеяло в волшебство Что-то будет, что-то будет Нет, не будет Здесь живет ли гнос? Звер привязанный к гребу Другие не видят их связь Но я вижу, Олдер говорит Такие вещи замечает только тот Кто по-настоящему магически одарен Так что это многое говорит о тебе Ну что, ребята На этом видео подходит к концу Буду изучать этот лес Запоминать, как по нему Путешествовать Где какие племена находятся И буду изучать Кстати, вот сейчас у каждого появилось задание Даже больше, чем у каждого Но это, наверное, открывает дорогу Ферголь Вот, так что спасибо, что посмотрели это видео И да, извините, оно вышло очень долгим Но я надеюсь, вам было интересно смотреть на мои эмоции Во время открытия данного волшебного леса И просто в ощущении всего этого волшебства Так что я с вами прощаюсь Не забывайте тренировать своих лошадок Чистить их, а также угощать морковкой Всем пока Удачи вам И до встречи в следующих видео И больше чудес Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры Алексею Дубровскому!